У Ольги Короленко трое детей, двум из которых поставили диагноз диабет первого типа. Старшему, 12-летнему, диагностировали болезнь больше двух лет назад. Младший страдает почти с рождения. Их ежедневный мацион больше 10 заборов крови в день, чтобы отследить уровень сахара. Постоянные проколы пальцев, естественно, слезы и нежелание сдавать кровь снова. Однако в январе этого года изменились медицинские стандарты. Появилась новая система непрерывного мониторинга, что важно без проколов. После этого мы стали уже обращаться в различные инстанции для того, чтобы эти системы выдавали детям. Ну и вот прошел почти год, и теперь есть настоящий физический результат. Системы нам выдали. Это первая партия новых систем непрерывного мониторинга. Вручать их приехал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он и попросил главного врача Инну Лебедеву рассказать, как система будет работать. Датчик, который крепится на плечо, и, собственно говоря, которому уже потом сканером или ридером считывается информация, которая через этот датчик происходит. Прибор состоит из двух частей. Монитор устанавливается не под кожу, а на нее. Ридером считывается постоянный уровень сахара в крови. Это позволяет отследить динамику и вовремя отреагировать на изменения показателей. В первую партию закуплено 335 приборов. Мы их будем передавать в лечебные учреждения, которые распределять будут на своих больных, имеющих территориальное прикрепление к лечебному учреждению. И в последующем такая же схема будет у нас. То есть все эти приборы будут выданы персонально каждому родителю, имеющему ребенка с сахарным диабетом первого типа. И в последующем будет проведено, кому требуется обучение родителей, тому, как пользоваться и как использовать этот прибор. В Рязани области сейчас 341 ребенок с диагнозом диабет первого типа. За последний год он выявлен у 56 детей. Налицо рост динамики. И хоть новая система непрерывного мониторинга призвана облегчить жизнь как родителям, так и детям, все равно необходимо регулярно приходить к врачам и проходить обследование. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».